Когда вы поднимались по лестнице, вы видели, наверное, подумали, что это космонавт, да? Нет, это не космонавт, это пожарный. Этот костюм называется ТОК-200, это теплоотражательный костюм. Вот в таком костюме пожарный может работать при очень высоких температурах. Музей пожарной части – это ведомственная экспозиция, благодаря которой и складывается представление о такой опасной, сложной, но крайне необходимой профессии пожарного. В нескольких залах десятки экспонатов, в том числе и крайне раритетные. Например, у школьников сегодня была возможность увидеть воочию, в каком обмундировании спасали людей в 19 веке. Ценные фотографии, макеты, оборудование, форма, экспонаты в ведомственном музее постоянно обновляются. Вот, например, недавно здесь появился детский противогаз. Его использовали при учениях еще в советских школах. Действительно, появляются каждый раз новые какие-то экспонаты. И поэтому, когда дети к нам приходят из года в год, кажется, вроде бы, да, в садики начали ходить, потом они в школе к нам приходят, более старшими становятся. И почему им всегда интересно? Потому что у нас действительно всегда появляются новые экспонаты. Ведомственный музей МЧС предназначен не только для знакомства с профессией. Здесь у ребят есть возможность проверить свои знания по технике безопасности и предупредить трагедию. Этот макет жилого дома сделан руками сотрудников МЧС. Здесь для детей специально визуализировали ситуации, которые могут привести к пожару. Свет не выключен. Не давайте, говорит, по очереди, да? Каминный. Это пинечка, пинечка, да? Пинечка, горят дрова. Мотоцикл дома. Мотоцикл дома стоит на лестнице. На экскурсию в пожарную часть сегодня пришли ученики первого класса 13-й школы. Несмотря на возраст, ребята уже многое знают о пожарной безопасности. Как вести себя в случае беды? Ребятам регулярно рассказывают на внеклассных занятиях. Проводится эвакуация. Дети пишут сочинения, как вести себя в пожарной ситуации. Если вдруг она такая может создаться, какие правила должны они выполнять? То есть и здесь, вот вы, наверное, сейчас если видели, то дети отвечали активно и были в курсе всех ответов, которые звучали на вопросы, заданные организаторами экскурсии. Сегодня в регионе повсеместно проводится профилактическая работа как среди детей, так и их родителей. Обусловлено это печальной статистикой. Часто на пожарах стали гибнуть дети. В этом году огненная стихия унесла жизни девяти ребят. Основная причина пожаров – халатность взрослых. Возгорания происходили из-за неисправности электропроводки и неосторожного обращения с огнем. Все, что связано с неосторожным обращением с огнем, обуславливается отсутствием культуры безопасности и должного воспитания или, в принципе, негативного наплевательского отношения как к себе, к окружающим, к родным, к близким, к соседям и, в принципе, к обществу. И ответственность каждый из нас должен нести не только за себя и свое жилье. Сотрудники МЧС в очередной раз обращаются к жителям региона и просят проявлять бдительность. Если у вас есть опасения, что в соседнем доме или у знакомых имеет место быть нарушение правил пожарной безопасности, сообщите об этом специалистам. В МЧС работает телефон доверия 39 99 99. Возможно, именно ваш звонок позволит предотвратить трагедию и сохранить человеческие жизни. Ирина Шульга, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».